Всем привет! Вы просили, чтобы я в кадре появлялась. Вот она я. Привет! И мы сейчас на кружке у Алисы. Индивидуальное занятие, тренировка. Мы поехали вместе. Бабушка, Костя, я, потому что дальше у нас планы. Очень много куда вместе заехать. Но пока Лисюшка тренируется, каждый занят своим. Класс! Спросите, зачем нужны индивидуальные тренировки, если всё равно два раза в неделю кружок есть? Скажу вам для того, чтобы учить новые элементы. Потому что, когда на кружке очень много детей, ползанятия они растягиваются перед тем, как уже вылазить на гамачки. И за ползанятия, конечно, тренер не может успеть каждому какой-то новый элемент показать. А на индивидуальном занятии их можно выучить несколько штук. И потом, когда приходишь на групповые тренировки, просто там повторять и, скажем так, улучшать своё мастерство. Ну и позитивный момент общения с позитивным тренером один на один. Бабушка считает какую-то книгу, напечатанную в Харькове и переведённую с французского. А что за книга? Катрин, «Любовь, только любовь». Это, наверное, печатали очень давно, да? Такие прям жёлтые странички. В каком году? А, в 93-м уж. А что-то ты бросил телефончик? Ну, может, пообщаемся? Серьёзно? Ну, давай, пообщаемся. Рассказывай что-нибудь. Рассказывай. Как там малая? Малая? Хорошо, иди посмотри. Висит? Иди посмотри в дырочку. В дырочку. Ты бы ещё мои влоги смотрел, видел бы, как она занимается. Когда много девочек, там Костя ж сюда не заходит, потому что, ну, они что-то переодеваются, а он мужчина. И он не может посмотреть, как Алиска занимается. Ого, это называется миксер. Очень мне нравится, с какой любовью Костя смотрит на Алиску. Я прям таю, когда вижу такое выражение лица. Вообще, это очень приятно, когда папы так с трепетом относятся к своим детям. И у папы это проявляется уже в большей степени в старшем возрасте. Нельзя, конечно, обобщать всё индивидуально. Может быть, у некоторых и в 20 лет там сильно большая любовь к детям и трепетные отношения. Но я наблюдала людей, которые с возрастом, вот именно когда уже парадедушками становятся, они становятся очень добрыми к детям, очень любят с детьми проводить время. Вот такое ощущение, что у женщин это заложено с самого-самого, знаете, вот с 18 лет. А у мужчин это всё-таки начинается, когда уже, ну, может быть, мужские гормоны немножечко меньше перестают вырабатываться, чем раньше. И это естественно, потому что, ну, они же по природе функция у мужчин продолжение рода, да. Поэтому всё, в принципе, логично. Пока молодые больше настроены на то, чтобы побегать за женщинами и продлить род. А когда начинают входить в возраст, то уже этот род начинают оберегать, любить, лелеять. Наверное, так. А вот у женщин материнский инстинкт начинается очень рано, ещё до 18 лет. Конечно, опять-таки нельзя обобщать. Может быть, не у каждой. Может быть, у кого-то он вообще не просыпается. Но, как правило, женщины настроены иметь детей уже очень даже рано. У меня, например, в 19 лет уже было двое детей, и я себя очень счастливой чувствовала. То есть я не чувствовала, что я там где-то не нагулялась. Мне очень нравилось с детками своими проводить время. Вот сейчас тренер показывает Алисе новый элемент. Алиса очень полюбила закручиваться и крутиться на гамаках. Ну, вы видели, она дома рассказывала, что она на кольцах. Это её любимый элемент, закручиваться. На кольцах сильно не закрутишься, а гамаки-то подлиннее. Поэтому она просто балдеет. О, Косте трагедия. У него дед стёрся на мотоцикле. И всё, лица уже почти не видно у деда. И мотоцикл не очень. Тебе нельзя было его стирать, наверное. Здравствуйте. Ну, я имею в виду стиралки. Надо было руками. Да что, сколько он выдержал? Мы его покупали ещё в Одессе, по-моему. В общем, нет, ты его где-то заказывал, нет? Заказывал, но на день рождения, по-моему, мне его Катя подарила. Типа, и ещё в Одессе. Но это было отличное. Иду. Смотрю. Ого! А ты под потолок. Папа прибежал. Что тебе купили, Лисюшка, покажи? Скакалку мы купили. Так, ну что, пробуй. Переходи вперёд, шаг вперёд. Скакалку перекидывай. Да, только... Дойц, можешь две ноги вместе и двумя вместе прыгнуть? Через скакалку. О, вот так. Молодец. Да, только надо так быстро успеть, пока она не остановилась. Что-то счётчик обнулился. Тут пришла наша подписчица Ева, я попросила её Алисе показать. А ну давай. Так, скакалка координирует движение, тонизирует мускулатуру, улучшает кровообращение, увеличивает объём лёгких, сжигает калории и стимулирует выведение токсинов. Аж самой захотелось себе скакалку. Жарко. Мы приехали к Насте. Хозяева! Что тут значит, и кардан? Ноч? А как было? Тогда хозяйки, а не хозяева. А что, мы с бабушкой? Да, а что с руками? Не, мы с бабушкой. Это она порисовала. Иди мой, давай. Иди мой руки. Теперь отрожди. Все разбываем, теперь оброжаем. Так, не забывай, что она пошла. Додумалась на каком-то кулёчке рисовать синим фломастером. У всех руки синие. А где Белла? А это кто? Она не отрожает. А, вон она уши прижала. И под кровать сбежала. И как она к нам поедет жить? Белла! Белла! Я ей заберу. Уши тапочки. Куда заберешь? Вот, спасибо. Ну, до вас уже. А, я думала, ты ее в Италию заберешь. Скажи, не заберешь. Спасибо. О, так это же мои тапочки. А, да? Да. Нормально. Говорят, дашь мне тапочки в бассейн. Наверное, я тебе дала когда-то. Вот они мои тапочки. Ну, зачем ты их вытащила? Вот так в куличке и неси. Слышь? А. О, вышла. Я думаю, что когда она приедет к нам, первого, кого ей надо показать, это Луна. Да. Беллочка. Белла, привет. Ты что, давно нас не видела параляками? Что-то она такая толстая. Она не беременна. Нет, нет. Витковка. Как она может быть беременна, сидит дома все время? Беллочка. Я не вижу у нас дома, а не у бабушки. Да, у нас. Ура. Мы заберем Беллу сегодня. Белла, ты ко мне поползла, смотри, осмелела. Да, вона дуже ручная, ей всего не хватает, потому что она часто дома немает. Белла. На работе, то дешевле, ее это не хватает. Ее надо срочно на диету, потому что у нее голова меньше живота, и она еще трошки схудла. Вона была как лимон, вообще как шарик. Бедная. Особливо, когда теплуна была, и она подъедала ее корм, она жевала корм вуни. Вроде у тебя голова больше, чем другие части тела, вот сказала. На себя посмотри. Ну, а я и не сажаю Беллу на диету. Боже, вы реально сварите за то, что кишку собрать, вы что вообще? Мы не сваримось. Ничего себе была толстенькая стала. Не, ну просто ты же сама на диете не сидишь, а Беллу надо на диету. Чтобы красивая была. Ну так сама сначала сделайся. Она должна быть худее. Может быть, Белле не хочется быть красивой, хочется быть сытой. Да, Белла? И вообще она и так красивая. Глянь, прям лапами кверху. Все, чухайте меня, любите меня. Лишь, кажуи не хватает. Беллочка, а ты боялась, кто тут зашел, видишь? Чухальщики пришли. Обнимашечка. Да. А зачем ты ее поподал? Себе. Я помирила на себя, и она отлично подошла мне. Ой, ой. Алисочка, голову. Вот это да. Тоже обвечет рется. Вот так все. Ох, как Настя тебя красиво заплела. Очень красиво. Не знаю, красиво очень. Волосы как-то сегодня прям сверкают. Она сегодня расчастся, не нормально. Она не спала уже с мокрым головой сегодня? Вроде не. Наверное, другим шампунем, да? Нет, она просто не может спать с распущенным волосом. Ну да. А она же за ночь высыхает, и потом за ранку... Не с распущенным нельзя спать, а с мокрым. Нет, если оно мокрое, то сделайте косичку, и хай себе спите, если уже дитина хочет спать. Но только не с распущенным. Это потом... Все было. С сегодняшнего дня у тебя начинается новая жизнь. Да прям. Ой, она как малышка ласковая, слушай. Она... Малышка умножить на три. Малышка... Не, малышка тоже. К ней только подходишь, и все. Она на тебя прыгает, а б тебе трехотсоток. Да, до цели не подходит. Не треба, вона по себе за тобой уходит хвостиком, и все. Бэм. Бэм. Мы купили в бассейн шапочку красную Алисе. Я голубую взяла себе. Вот, новые шапочки купили. И очки купили лисюшки только что. Шапочку могла тоже мою взяти. Да нет, она дешевенькая, и она мне подошла хорошо. Очень хорошо, поэтому решила взять. В спортмагазине купили. Сейчас чуть-чуть отдохнем, и пойдем в бассейн. Я до вас. Да. Такая у тебя кофта классная, Настя. Серьезно? Мне прям очень нравится. Мне нравится 300 гривен в любви у нас в Бониде. Украинский выродный стоп. Хорошая кошечка. Все, Белла Алисина будет кошкой. А будет за Алисой ходить по пятам. Белочка. Хорошая. Понимаешь, она боится в этот темный коридор выйти, пустой. Попуся? Нет, Белла. Да, увидит у нас птичек за окном. Да, когда за дверью будет улица, птички поют. Не знаю, она же сколько лет уже тут живет, она за реку уже звыкла. Она же за век надо вылазить, когда я на распашку открываю его. Она же не вылазит на карнизу и так далее. Не, она просто может на реку посидеть и все. Бабушка, а ты знала, что мы уже стерилизовали Химбу, Тима и Снежка? Кастрировали, это же мальчики. Только мы им еще прививки не сделали. Только мы им еще прививки не сделали. Да, им еще надо некоторые прививки. А еще ему пока что гулять нельзя. Да, от бешенства надо привить. Тогда можно будет. Ой, Боже, посмотри. Следок из какой-то обуви не стоит. Папушка. Мы побыли чуть-чуть у Насти. Я взяла, заснула. Сейчас только проснулась, идем в бассейн. Называется, приехали, чтобы сходить в бассейн, и я заснула. Так, мы с Лисюшкой уже одеваемся, уже в бассейне. А ну, повернись задом, покажи свой новый купальник. У нее такой крупняцкий купальник. Вот здесь вот на замочке. Новый мы купили. Мы забыли мочалки, нам Костя принес. Купил две новые мочалки. Все, запирай. И пойдем. А я знаю, зачем забирать качку. Все, Лисюшка уже в бассейне. Он пустой, никого нет. Довольная. А у меня птицы гневица. Тебе очки давать? Очки будешь надевать? Ага. Да? Да. Я хочу на работу. Все, очки подошли. Замечательно. Мне-то что-то не охота лезть в бассейн. Сюда, мое, плавай. Посмотрите на эту медузу. Да снимаю, снимаю. Говорю, ты как медуза. Какие-то лодки себе конструирует. Прикалывается. Мы сейчас встретили тренера. Не того, который у нас был раньше. Ее я почему-то не вижу. К нам сама подошла тренер. Предложила поучаствовать в соревнованиях Алиски. Через неделю. Ну, к ним надо подготовиться. Мама. А что ты вылезла? Мама. Кого? Кого. Тебе что, мало? Ну, бери. Не знаю, Алиса спросила у тренера, можно ли все соломки возьму? Она сказала, можно. Никто их сейчас не берет. Ох и Алиса. Выдумки не прекращаются. Ну, что ж ты будешь таким количеством делать? Боже. Надувной плод. Еще нужно что-то, чтобы их между собой связывать. Поняла? Давай, я посмотрю. Провать будет делать. Давай, делай. Давай, делай. Я немножко и переживаю за эти соревнования. А вдруг не получится. Тем более, что предлагают не для новичков, хотя мы же новички, а предлагают сразу на призовое пойти. Ну, что вдруг она призовое место возьмет. Нет, Досин, не делай косички, чтобы они не поломались. Видишь, уже ж кто-то палочки поломал, значит, они ломаются. Их не надо перегибать. Да, вот так вот просто. Вот это будет скрывать. Ты погрыз кто-то, господи. Что с этими палочками делают? Ты погрызенный. Я с этими палочками и кучу делаю. Ага, понятно. Это прямо радуга, да? Да. Смотри, думала радугу сделать. Я не могу маме. Сейчас я поделюсь. Давай, подержать. Да, матрасик, чтобы он мне рассказал. А, это матрас. Нет, зайка, матраса с этого не выйдет. Ничего. Ты стала частью матраса. Ну, все, я на вас. Матрасик оказался воздушными. Не, непослушные соломинки. А можно уже отходить? Алло? Отходить. Давай, прыгай. Ого, молодец. Я предложила Алисе посидеть погреться. Я взяла с собой халатик. Вот, и пусть она, думаю, передохнет. Губы начали фиолетовыми становиться. Думаю, чуть согреется, потом еще пойдет поплавать. Да, я слежу. Давай. Хорошо. Алиса тренируется плавать на спине. Она сказала, что она выберет стиль плавания на спине. Потому что ей так больше нравится. И она смотрит, за сколько секунд она может проплыть в бассейн. Не очень получилось. Ты не ударилась? Не ударилась? Не ударилась. Давай еще раз. Ну, давай. Давай. Опа. Молодец. Все, доплавались до того, что губы фиолетовые уже. Уже я сказала, будем уходить. Покажи свои губки. Ну, уже чуть-чуть лучше. Давай, бери мочалки. Можно я тебе уберу мочалку? Да, пойдем отогреваться. Я хочу тебе вот эту мочалку. Хорошо. А ты бери себе вот эту. Хорошо. Два раза голову помылась. Мама, мне кажется, что это как-то подключить. Я прям, что-то подключить. Сейчас, не слышу. Что дайте? Мне кажется, что эта мочинка висит вверх и 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 вверх. Мне кажется, это какая-то или сауна, или что там, где загорают. Какая-то сушка. Я не знаю, что это за, на самом деле, за кабинка. Мама, не заходи туда. Там вон что-то наверху. Сушилка какая-то. Мама, не заходи. Да не бойся, не пропаду. Сушилка. Своим? Да, вот этим. Хорошо. Так, знаешь, что я думаю? А давай не будем мы тебя сушить? На улице жара. Давай. До машины ты дойдешь и так. Так мне твои волосы портить не хочется, этими фенами. Ты не бабайка, ты красивая девочка. На улице очень тепло. Такое ощущение, что плюс 20 с чем-то. Ой, не наша машина. Чуть чужую машину не сели. Ветра вообще нету ни малейшего, поэтому можно и не сушить голову. В такую погоду хорошо ходить. Бабушка тоже захотела. О, Белла, ты уже здесь. Беллочка, Белла, не бойся. Что там, Алиса села? Садись, зайка, давай. Я есть хочу. Что, Аделься? Я есть хочу. Да, мы за Беллой не едем? Едем. Едем? Едем. А Белла уже здесь. Не сомнительная? Дайте мне Белле. Подожди, Белла. Давай закроем, чтобы она не боялась. Я в шоке. Как это получилось? Ты пошла туда? У Алисы очередной самый лучший день в ее жизни. Едем, а свечка тоже. И то, что Белла едет с нами, то это у нее вообще счастье. Теперь кушать хочет очень. Пустой бассейн. Да и дай свой бог. Беллочка, ты не боишься? Боится. Все время прячется под мышку. Но все равно ей хочется с нами явно. Я, по-моему, течка. Течка? Ну ничего, у нас же дома все кастрированы. Главное, чтобы она на улицу не выбежала. Не, ну Настя говорила, что Белла никогда не рвалась. Даже во время течки. Ее надо будет стерилизовать тоже. Срочно. Ой, Беллу, Маню и Миру. Ну Миру пока нельзя. А и Мурку, боже, четверо теперь. Ну Миру и Мурку это позже. Ну да. А вот Маню и Беллу надо сейчас. Ну да. А лучки сразу. А лучки сразу. Белла, ты слышала? Вкусно дать? Ага. Ага, после бассейна все вкусно. Лису бабушка на соревнования зовут через неделю. Да. Да. Она же вроде нигде не занимается. Ну сказали, три раза придет на индивидуальное и сможет. Она же уже и так все равно плывет через весь бассейн на спине. Да. И она же в воде как рыба. Она не боится воды совершенно. Пусть попробует. Даже интересно. Все, дочка, поехали. Я начала пить железо. Мы купили Ferrum Leg. Не то, что мне выписывала доктор. Потому что я жую таблетки, я их не глотаю. А такие таблетки жевать нельзя, которые она мне выписывала. Там инструкции написано, будут язвы, будут эрозии. И мы купили специально те таблетки, которые можно именно жевать. Жевательные таблетки. Элла, ты не то говоришь. Что не то? Доктор тебе выписал жевательные таблетки. А, да? Да. Просто ты же мне дала они жевательные. Я тебе дала другие, которые мы купили. А, понятно. Мне бабушка дала те, что у нас дома были. Я почитала к ним инструкции. Она говорит, это очень хорошие таблетки. Ну, мол, очень хорошо повышают железо. А я почитала инструкцию, что их не разжевывать нельзя. Ну, их нужно только глотать, запивать большим количеством воды. И все равно, даже если их не жуешь, для людей, у которых есть проблемы с ЖКТ, их тоже нельзя. А у меня есть. Ну, у меня гастрит, эрозий. То есть можно до язвы довести. А зачем мне такое надо? Поэтому я купила конкретно жевательные. А что я тогда не купила жевательные, которые доктор выписал? Я тебе говорила, купи тешу, выписал доктора, а не жевательные. Ну, я тебя не поняла. Причем писала не один раз теперь. А, писала, не говорила. Ну, понятно. И говорила, и писала. Ты меня не слышишь. Вообще, надо довольно спокойно сидеть. Лапуся бы уже орала. Она боится. Ну, кошки, когда боятся, орут. Я же почему дверь открыла? Потому что она нелюбопытная, трусливая. Прижалась. Бассейн и никуда боится, никуда проиграется. Вот единственный минус. Когда после бассейна выходишь, нельзя включить кондиционер в машине. Вот сейчас жарко. Так хочется обдувчик. А у Алисы там мокрые волосы, нельзя. Потому что кондиционер в машине может беды наделать. Можно заболеть только так. Мы зашли в магазин. Я купила вот такую жвачечку. Что-то мне очень захотелось фантик посмотреть. Давай загадаем, что сейчас там попадется. То про нас с тобой. Любовь – это пытаться сделать наш мир лучше. Вместе. Я понял задачу. Делаем еще ребеночка. Чтоб мир сделать лучше. Хороших людей много не бывает. Я-то знаю, что хорошие. А что, у нас плохие девочки? Бывают исключения. У тебя не считаем. А девочки у нас хорошие. Ну, родится четвертый в меня. И вешки. Да, мальчик. Тут все ангелочки в тебя пока. Зачем уже статистику поливать. Судеблять, рисковать. Ой, пошутил так пошутил. Подъезжаем уже к дому. Я сама. Что ты сама? Не скажу хорошо. Это я не про фонарь. Мы уже подъезжаем к дому, а тут горит фонарь. Да, горит фонарь на доме. У нас он по-дурному сделан выключатель внутри. Ты никогда не понимаешь, включил ты его или нет. Думаешь, что включаешь свет дома, а сам включаешь фонарь. В итоге зря ржется электричество. Надо выключить. Сейчас Настя выйдет за Беллой. Сейчас Настюша за ней выйдет. А то она может поцарапать тебя или убежать, если ты понесешь. А бабушка ее может тоже не донести. А Настю она знает. Ты мне Хабиб пока дашь, Лену? Да вон Настя уже идет. Настю, Настю. Кто там идет? Кто не боится? Ну, бабушка боится, что она выдерется, убежит. Знаешь, боится. Тебя она знает. Сумка, понимаешь, я и Беллу, и сумку. Белла такая довольна. Ты думаешь, перератка. А нет, нафаке. Сарказм. Лена, забирай. Что? А, Лес. Белла в нас покинула такая, на удивление. Ну да, не мяучит. Та она в шоке, наверное, просто. Беллочка, вспоминай, помнишь местность? Да нет, конечно, была Мурздой. Ну да. А, кстати, она и будет, наверное, Мурздой. Нет. А что, мне не нравится Белла. Я сказала, что Белла. Да? Выходи, Лисечка. Идем, Лисенок. Высохли уже твои волосики, да, пока мы ехали? Да. Это черный только есть, только был. Ну, не было других, мам. Такой только был. А вот и воду, может, тоже забрать? Я яйца несу. А ты? Я плач. Ты тоже? Что, тяжело? Очень. А? Что? Мне доставлю полки. Ну, забери пока в свою комнату, да, потому коты ее побить могут. А, Луну она увидела? Да, она уже обцеловала ее. А ну, а можно мне посмотреть, как они целуются? А уже Луна здесь побегла. Луна, Луна. Луна, да. О, Надь, вот она. Да, Лунка, ты знала? Ты знала, да, твоя... Да ладно, Белла боится. Ну, ладно. Боится. Уже ее забывала. Забыла тебя, Белла твоя. Ой. Здоровая. Нормально? Белла пошла ознакомиться. Она такая еще деловая. Да, она, да. Она же выклажала хозяйка дома. Да, она чужой территории в то же время такая. А тут глупо. Никто на нее не зашипело, она на них шипит. Белла, вспоминай. Пошла к мискам. Ага. Твои, если бы она не хочет, вы же забрали, а там уже на буловной. Надо водички налить. Мама, открой, пожалуйста. Давай. Спасибо, Манюня. 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 Белла, ты плохой уголок выбрала, там Манюня живет. Она на тебя может рычать. Ты без шарики вырала? Я на рычай. Белла, ксс. Тима, кто там к вам приехал? Мама, тут одна мисочка, как Белла, скажи. Да. Видишь, та полосатенькая? Курс ты. Которая кошечка торчит. Боже, она в шоке. Она думала, она одна кошка на планете. А тут их куча. Она уже забыла. Мурочка, привет. Надеюсь, Мурка не будет рыча. Нам не нравится. Мурочка. Мама, смотри. Это мозольки или что? Да, мурочка. На ногах. У меня на руках мозольки, на ногах. Лисюшка только пришла и кушает йогуртик. Вкусный? Майбург. Намешала шариков туда. Вообще-то это Настя. Да, Беллочка. Ай, все обнюхивает. Белла, вспоминай, ты тут была малюсенькой, малюткой. Ну вот, Мурочку выпустили. Мы Беллу назвали Мурдой сначала. Мы ее подобрали вместе с Симбой с улицы. Люди выкинули. Они подобранцы. Мы их не заводили. А еще мы подобрали Бенчика. Мы ее забрали, наша подписчица. Да.